Подводя итоги 2013 года, Виктор Юрьев на очередном пресс-часе поделился подробной информацией о той работе, которая была выполнена. Напомним, что ушедший год для поселка был юбилейным. Ему исполнилось 75 лет. Поэтому было проведено множество мероприятий различной направленности. С подробным отчетом также можно ознакомиться на официальном сайте администрации Артемовского городского округа. А вот что касается планов работы на 2014 год. 10 июня 2012 года президентом Российской Федерации Путиным подписан указ 805 о дне местного самоправления. Это памятный день установлен в целях повышения роли и значения института местного самоправления, развития демократии и гражданского общества. И будет отмечаться ежегодно 21 апреля. То есть и в этом году он тоже будет отмечаться. Вот в связи с этим у нас уже на поселке проведено ряд мероприятий. Это вы знаете, что у нас активно работает территориальное общественное самоправление. В связи с днем самоуправления на территории поселка планируется проведение ряда мероприятий. Одно из них – это научно-практическая конференция, которая пройдет 12 апреля в Доме детского творчества номер 22. Начало в 10 часов. Тема мероприятия – часть моей большой державы, родной поселок Баланаш. Поэтому приглашаются все желающие. Кроме этого, планируется посещение музеев поселка. Также будет проведен мастер-класс по оформлению и составлению генеалогического древа. Кроме культурных мероприятий, Виктор Юрьев затронул и больную тему – это ЖКХ. Сегодня у нас несколько предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Я посмотрел, что зарплата средняя где-то 10 тысяч. Ну, вы знаете, что у учителей где-то 35 тысяч, у врачей там 58 тысяч за средняя зарплата. На заводе, на градообразующем там 20 с лишним, 21 тысяча. А здесь, понимаете, 8-9-10 тысяч. Это один момент. Плюс, когда посмотрел, какое количество выпускников школ поступают в высшее учебное заведение, а у нас получается так, по 9-й школе 100% поступили в вузы или колледжи. Ну, по 8-й школе там немножко поменьше процентов. То есть, я вам говорю, что 90% поступают в вузы. Это всё хорошо, это даже радует. Но вот через 10 лет кто будет работать в жилищно-коммунальном хозяйстве? На это требовалось бы обратить внимание, потому что сегодня уже это люди пенсионного, предпенсионного возраста. Кроме кадровой проблемы, есть ещё одна – изношенность тепла и водосетей на 80%. Поэтому, как говорит председатель Томс посёлка Буланаш, их надо решать. Добавим, что в посёлке Буланаш создана инициативная группа шахтёров, которая работает и решает задачи, связанные со строительством памятника таким людям. Несмотря на то, что угольная добывающая отрасль уже не работает, шахтёры есть. Ведь благодаря им и был основан этот посёлок. Поэтому памятник таким людям просто необходим. Ведётся народный сбор средств на строительство, и каждый может принять в нём участие. Определились уже с местом, определились с монументом, рассмотрели всё это дело коллегиально. Сейчас ведётся сбор средств. Памятник народный, поэтому ведётся сбор средств на строительство этого памятника. У нас уже проходил, в посёлке Буланаш, марафон по сбору средств. Часть средств мы собрали уже, но их недостаточно, чтобы построить более-менее приличный памятник. Сегодня это достаточно сумма приличная. И поэтому здесь вот такой марафон будет проходить 20 апреля. Здесь вот у нас, в городе, в ДК «Энергетик». Поэтому я прошу откликнуться жителей посёлка, жителей города, всех неравнодушных. Поэтому огромная просьба оказать содействие, помощь в строительстве этого памятника шахтёрам. Кроме этого, Виктор Юрьев обращает внимание населения посёлка на благоустройство и уборку территории посёлка от зимнего мусора. Необходимо по мере таяния снега очистить дворы, места отдыха людей от ненужных вещей и провести субботник. Также он акцентирует внимание на то, что достаточно большое количество собак бегают по улицам и сбиваются в стаи, что может стать угрозой для жизни и здоровья жителей. Уважаемые держатели домашних животных, не выпускайте их на улицу одних, следите за ними. И помните, что человек в ответе за тех, кого приручил. Продолжение следует...